Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Сегодня будем рассматривать смартфон под названием THL T6 Pro. Младшую версию я уже рассматривал, снимал обзор. Модель называлась T6s. Это старший вариант, более мощный, более дорогой, улучшенный. Давайте разберемся, что же это за смартфон и что у него в комплектации. Посмотрим в первую очередь. Поставляется он вот в такой вот коробке T6 Pro. Технические характеристики, кому нужно, сделайте стоп, посмотрите. Ну а мы идем сразу же дальше. В комплектации есть стандартный бампер пластиковый, есть зарядка, USB кабель и гарнитура. И пленка есть в комплекте, которая прилипла. Я думал, что где она уже делась. Внешний вид смартфона точно такой же, как был раньше. Это тот же THL T6s в том же корпусе, с теми вставочками, с такими же кнопочками. То есть корпус довольно-таки интересный. Теперь начну обзор я с того, что скажу про цену этого смартфона. Цена этого смартфона у нас в нашем ассортименте в Украине в наличии с гарантией приблизительно 130 долларов. В гривневом эквиваленте на данный момент, на сегодняшний день, это примерно 2160 гривен. Именно поэтому ко всем достоинствам и недостаткам этого смартфона относитесь с учетом его цены. Итак, корпус. Корпус, лицевая панель, это у нас 5-дюймовый дисплей. Здесь они увеличили, производитель увеличил разрешение экрана. Три сенсорных кнопки, они не светятся, меню домой-назад. Сверху у нас динамик, фронтальная камера на 2 Мп, датчик приближения освещения и индикатор пропущенных звонков. Он светится красненьким. С этой грани у нас качелька громкости выполнена, то так же само, как и в Т6С. Ее практически не видно. С этой грани также у нас есть кнопка включения-выключения. Это реализация прикольная, мне это нравится. Сверху у нас разъем под наушники, также разъем microUSB. Снизу нет ничего, кроме защелки для того, чтобы открывать заднюю крышку. Задняя крышка представлена таким вот небольшим структурированным узором. Логотип THL, задняя камера на 8 Мп, вспышка и решеточка под динамик. Давайте посмотрим, что под крышкой. Под крышкой у нас есть аккумулятор. Аккумулятор на 1900 мАч. Поддерживает на модель две сим-карты, слот под microSD, microSIM сверху ставится и снизу ставится, вот как нарисовано на схемах, большая стандартная сим-карта. Что мне хотелось бы отметить по поводу корпуса. Если честно, я не помню, как уже дело обстояло с Т6С моделью, но именно в данном варианте, Т6 Pro, корпус действительно скрипит. Он скрипит практически во всех местах, когда на перегиб, вот в этом месте. Корпус, в общем, не идеален, но за эту цену, опять же, я считаю, что корпус вполне себе достоин, но он поскрипывает, имейте это в виду. Здесь у нас все достойно за 130 долларов. Набирает в Antutu эта модель порядка 26 тысяч баллов, 26 216. Из технических характеристик видим, что эта модель называется действительно Т6 Pro. 4.4.2 Android, MTK6592 с урезанной частотой 1.4 ГГц. Здесь графический ускоритель Mali 450 MP. Разработчик улучшил экран. Здесь разрешение экрана HD 1280 на 720. Интерполированная камера до 18 мегапикселей, на самом деле она восьмерка. Гик оперативки 8 встроенных. Обращаю сразу же ваше внимание на то, что здесь уже стоит карта памяти и с картами памяти прошивки работают так, как полагается. То есть приложение, игры, скачиваются через Play Market сразу на карточку памяти. С этим все в порядке. Фронталка здесь у нас тоже интерполирована до 8. На самом деле реальных 2 мегапикселя. Ну и собственно все по мультитачу. Здесь пятиточечный мультитач. Этого в принципе достаточно. Из датчиков, которые есть в смартфоне, здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас. Есть датчик приближения, датчик освещения. Есть вспышка, гироскопов. Здесь нет. Акселерометр само собой есть. В игрушке можно будет играть и пострелять, можно будет и покататься на машинках. По поводу прошивки. Значит смотрите какая ситуация. Получили мы эти прошивки, эти телефоны с прошивкой. Я уже не помню какая была версия, но есть отличия в работе после обновления. Беспроводное обновление принимается, работает в этом смартфоне. Чуть позже объясню, что менялось, но советую обновляться, потому что смартфон будет работать лучше. Сейчас на данный момент версия прошивки у меня вот такая. Здесь можно увидеть всю информацию. 4.4 Android, все на полноценном русском языке. В меню, в настройках нет ни одного китайского приложения. То есть это хорошо, сеть нормально ловит, Wi-Fi стабильный, не отваливается. С прошивкой все более чем достойно. Касательно звука смартфона, я проверяю как всегда разговорный динамик микрофон. В этом плане все отлично, громко, чисто, достойно. Звук внешнего динамика, как по мне, средненький. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот. Ну, в принципе, опять же, качество достаточное, я думаю, за эту цену. Нормальный звук. И касательно в наушниках. В наушниках тоже средний звук, но басы присутствуют. В принципе, я бы, наверное, музыку слушать смог бы на таком устройстве. Поэтому это тоже плюс. Экран. Экран по сравнению с моделью T6S. Экран улучшили, поставили более лучшую матрицу с большим разрешением экрана. Количеством точек на дюйм, пикселей. Здесь 1280х720. Очень приятно смотреть на экран вот так вот под прямыми углами. Однако, немножко теряется впечатление, когда мы начинаем его кружить, вертеть. Картинка немножко уходит в некоторых моментах в негатив, светлеет и уже углы обзора не те. Это на темных картинках. Что касается светлых. Вот так вот будет лучше. Здесь IPS матрица. То есть, в принципе, углы достаточно неплохие. Ну вот под углами оно меняет цветовую гамму. Ну, в общем, опять же, за 130 долларов я считаю, что все выполнено достойно. И, соответственно, производительности. Здесь у нас 8-ядерный MTK6592, гиг оперативной памяти. А поэтому и HD разрешение экрана. Поэтому игры должны, в принципе, запускаться достойно. Что я вам сейчас и продемонстрирую. С играми особых проблем вы не испытаете. Здесь нормальный процессор, несмотря на то, что он урезанный. Но этого, в принципе, достаточно для современных задач. Теперь, я, как всегда, конечно же, тестирую GPS. Давайте посмотрим несколько скриншотов, которые я затестил. По GPS особо тут не интересно. Тут все нормально. Спутники он словил быстро. Первый старт 25 секунд. Спутников много. GPS будет работать хорошо. Интересная ситуация с аккумулятором. Аккумулятор здесь заявлен и есть по факту на 1900 мАч. И с той прошивкой, с которой прошел смартфон изначально, он показывал действительно слабые результаты. Например, Antutu Tester у меня показывал 2917 баллов. Но это слабее даже, чем у Asus Zenfone 5. Далее, в режиме воспроизведения видео из YouTube было всего лишь 2 часа 20 минут. Потом, я увидел, что есть воздушное обновление. Решил, почему бы не попробовать его принять. Заметил, что смартфон начал действительно медленнее разряжаться. После этого сделал тест Epic Citadel, который у меня проработал со 100% до 4 целых 2 часа 25 минут. В принципе, это уже более-менее такой средний результат, который должен быть у смартфона. Далее, я сделал повторно на этом же смартфоне тест Antutu Tester. И показал он у меня уже на 200 баллов больше. 3188, но это уже хотя бы что-то. Ну и плюс воспроизведение видео у меня вот было, я запустил в 5.43 со 100% и в 8.27 у меня 5%. То есть, это 2 часа примерно 40 минут. Опять же, результат улучшился приблизительно на 20 минут. Незначительно, но вот такие вот результаты. Это значит, что смартфон еще довольно-таки сырой и что будут новые прошивки, которые будут исправлять многочисленные баги. Одним из самых проблемных мест в этом смартфоне является режим съемки видео. Значит, снимает камера в принципе неплохо, снимает в качестве Full HD. Но при записи этого видео, что в самом низком качестве, что в самом высоком, количество кадров в секунду составляет приблизительно 16. То есть, качественного нормального видео вы записать не сможете, потому что у вас картинка будет дергаться рывками. Я уверен на более чем 100%, что это все будет исправлено в более поздних версиях прошивки, которые обязательно будут появляться. Что касается съемки обычных фото, вот в настройках можно выставить здесь 18 мегапикселей. И фотки у меня в принципе получаются достойные. Макросъемка работает отлично. Я эти фотки все выгружу вам и вы сможете посмотреть. Вспышка тоже работает. Вот листок с текстом. То есть, по камере на свои 8 мегапикселей, я считаю, что она соответствует довольно-таки неплохое качество. В общем, за фотосъемку плюс, на данный момент за видеосъемку однозначно минус. Вот такая вот получилась модель. Давайте коротко разберемся, что у нас за плюсы, что у нас за минусы. Плюсы – это 130 долларов цена, это 8-ядерный процессор, это HD-экран за эту цену. Geek Operative Kits – нормальная прошивка без танцев с бубном, чтобы пользоваться в плане карты памяти. К минусам могу отнести то, что все-таки еще сыровата прошивка. Прошивка будет улучшать и оптимизацию в плане автономности смартфона. То есть, смартфон будет работать значительно дольше. И будет пофиксен 100% этот баг с камерой, который сейчас есть. Ну, а вот минус касательно сборки. Он, к сожалению, я сомневаюсь, что он устранится в последующем. Ну, вот такой вот корпус у этого смартфона. Плюс в комплекте есть пленочка, есть бампер. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки. Что не так сказал, пишите в комментариях. Добавляйтесь к нам в группу. Группа будет… создали новую группу. Будем ее стараться для вас вести интересной. Добавляйтесь в группу, подписывайтесь на наш канал. Заходите к нам в интернет-магазин. Спасибо, всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляйтесь к нам в следующий раз.